добрый день с сегодняшнего дня я начну делать обзоры о сыре с голубой плесенью это тот самый сыр который я варила и показывала сыр с голубой плесенью монблю по типу рокфор и мы будем следить за судьбой и созреванием именно этого сыра который я приготовила мне хочется снимать каждую неделю и видеть эти изменения и показывать вам а изменения будут каждую неделю итак смотрим сегодня этому сыру неделя и сразу расскажу о своих ошибках значит я в прошлый раз разделила сыр на оба на два контейнера один такой и другой побольше а в одном контейнере у меня лежало два сыра и сейчас я покажу как у нас смотрите как замечательно и красиво обстоят дела в этом контейнере посмотрите как разрослась плесень за недельку всего неделька поэтому я перевернула еще до того на другую сторону это второй кусочек точно также вот очень даже хорошо так этот контейнер мы убираем так в этом контейнере я сейчас поменяю бумажку вытираю лишнюю влагу салфеткой так или новую бумажку чистую и ставлю обратно сыры и мы кладем дальше на возревание закрываем так вот в этом контейнере у меня было несколько сыров и плесень здесь наросла меньше конечно же но это понятно что нельзя их друг на друга складывать но они у меня были не друг на друга а между ними было расстояние и еще вот эти вот два они все лежали в одном контейнере и когда я увидела что где мало сыров здесь плесень разрослась хорошо а здесь она не так уж хорошо разрослась я этот сыр переложила пополам разделила и еще убрала в другой контейнер и вот после этого начала расти также плесень то есть перенаселение да она никому не нужно на всех нехорошо влияет плесень начала расти и теперь у нас все замечательно я разделила на два контейнера здесь до бумажка сухая когда я разделяла второй контейнер точно так же начала расти плесень выводы сыром тесно и не должно быть и здесь она растет со всех сторон сыры эти развиваются хорошо все у нас в порядке и неделька ну и давайте уже завершим с этими обзорами по сырам с голубой плесенью и так что мне больше понравилось вернее не что мне больше понравилось на каком сроке созревания больше всего мне понравился сыр когда ему было два месяца посмотрите как выглядит сыр с голубой плесенью пардон сейчас я пружью я как раз его жую в это время он очень вкусный ему около двух месяцев но еще не хватает недельки да вот буквально дни 5-7 посмотрите как он выглядит внутри видно какая текстура да что серединка как бы она порыхлей а вот эти вот края они бы плотнее это очень вкусно я уже говорила что есть огромная разница пробуешь ты сыр начинаешь в три недели или ты ешь его в 4 недели или ты ешь его в месяц потом во второй месяц его жизни это очень большая разница очень вкусный сыр мне нравится я не разрезала сыр с голубой плесенью в три недели в четыре недели в пять недель теперь я уже просто понимаю что нужно немножко подождать и потом это будет очень вкусно и у меня еще была такая маленькая не маленькая тоненькая такая штучка который я прокалывала так вот спица должна быть диаметром 3 миллиметра если у меня еще была бы спица потолще было бы лучше было бы нагляднее увидеть эту голубую плесень сейчас есть некоторые места но вот осталось такой кусок это уже конец он заканчивается да а до этого было место где плесени было побольше и было хорошо ее видно очень вкусный сыр правда получается получается со временем только нужно немножко подождать он был действительно очень вкусный я так считаю что он самый вкусный и мягкий и ароматный очень вкусный правда он в этом сроке созревания дальше когда идет время сыр меняет свой вкус вот этому сыру который я сейчас буду разворачивать я покажу вернее уже я покажу запись как я его разворачиваю вот этому сыру 3 месяца так достаем сыр здесь мне конечно дети хозяйничали некоторые сырки они уже смотрели так ищем 20 0 9 20 наверное все у нас остались 20 и вот он один остался 0 3 0 9 сентябрь октябрь ноябрь это наши запасы вернее остатки достаем 0 0 3 разворачиваем торжественный момент сначала идет фольга а потом уже бумажка репетировал с утра дома чтобы сыграть пару концертов вот это странно зачем репетировать и статистикула в этом разница между любителем и профессионалом любитель должен заработать и спасать да нет что полезно отпечатков нет в три месяца он очень сильно меняет свой вкус если он два месяца такой мягенький приятненький я не знаю как его описать это нужно попробовать если никто не пробовал я не могу это описать словами как как вкусно данных в три месяца он становится уже очень соленый и я теперь понимаю что значит пикантный вкус потому что во всех видео которые я отыскала в интернете я как бы пыталась точно так же понять из слов что это такое какой это вкус каким он будет этот сыр но я так и не нашла единственное что повторяется во всех видео чем дальше он лежит он имеет пикантный вкус так вот я теперь поняла что значит пикантный вкус пикантный вкус это значит что у него появляется очень сильный запах мы скажем это так культурно назовем запах это и есть пикантный вкус но я думаю не всем понравится такой пикантный вкус мне в таком возрасте сыр уже не нравится муж ест дети едят я делаю для себя выводы уже на следующий сезон что сыр с голубой плесенью я буду есть в два месяца то есть нужно спокойно дать ему долежать до двух месяцев ну если там два с половиной ничего страшного в этом не будет но дальше уже это я думаю я считаю так это будет невкусным вот я поделилась с вами результатом это все тот же сыр который я готовила и показывала снимала это все те же сыры всего вам доброго до свидания спасибо до наг 보시면 pronto